В России массово, или одиночно, но будет массово, мрут генералы, генералы Шойгу. Вот такое происходит. А между тем увековечивают память более четырех сотен зэков, заключенных, осужденных. Теперь там такие герои, собственно, которые убивают нас без конца. Каков за это будет ответ? На эти вопросы не только, а постараемся найти ответы сейчас мы. Я Ирина Узлова и со мной, друзья, как видите, Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Руссидящая». Ольга, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте, очень рада. Глава МИЧЕХИ Ян Липавский, хорошо так сказал, вызвав к себе посла Российской Федерации Александра Змеевского на ковер. И поручил передать ему вот туда, туда, Путину, куда он ходит на поклоны, Александр Змеевский. Цитирую Липавского. Убийцы, нападающие на детей в больнице, отбросы человечества. Ему, вот этому, Змеевскому, было поручено передать это в Москву. Вот так. Добавить даже больше нечего. Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, говорит, что диктатор Путин и российский солдат ментально одинаковы. И что бы они там ни говорили, по каким причинам за деньги или что-то еще они шли, на самом деле они все хотят, чтобы украинцев в Украине не было. Они стремятся забрать нашу территорию, все, что принадлежит нам, и просто убить нас всех. И для россиян это такая историческая доктрина существования Московии, чтобы заселять всю территорию вокруг россиянами. И Буча, и Ахмадет, это все, это все вовсе не совпадение. А целенаправленные действия армии РФ. Ну и сегодня, благодаря нашим асинт-исследователям из группы Мальфар, мы увидели лица, таблища вот этих 95 убийц очередных, которые, собственно говоря, и бомбили Ахмадет, и другие наши города утром в час пик 8 июля. Ольга, действительно, вот мы же можем ставить не то, чтобы равно. Солдат каждый российский, это и есть отображение Путина. Они просыпаются и идут убивать нас, как на работу на свою обычную. Потом возвращаются домой и ведут свою обыденную жизнь. И на самом деле они тоже хотят этого, потому что кто не хотел, кто не хочет, выехал, воспользовался путь домой, воспользовался разными и детелесом, организациями, хоть чем-то, да, и не убивает нас. А эти, это просто и есть Путин, равно между ними сейчас, и равно должно быть за их ответственность. Но я не уверена, что последнее все-таки каждого настигнет. А также те, которым все равно. Они тоже причастны. Я сегодня посмотрела фильм, который не видела никогда. Он 15-минутный. Называется фильм «Zummer Zeit in Berlin». Это называется он «Fürtich». 42-й год. Лето 42-го года в Берлине. Это даже не патриарш, это лучше. Я искренне желаю патриаршам. Вот все то, что я увидела в этом процветающем фильме про немецкую красоту в немецкой столице в 42-м году. Искренне желаю. И я очень хочу, чтобы отомщение было таким же. Да, да. Остаются в России люди, которые против. Да, их сажают в тюрьму, вот как Женя Беркович, Светлана Петричук, или как моего друга Алексея Соколова, правозащитника, посадили на днях. И, скорее всего, будут убивать. И да, они остаются, и они дают возможность как-то еще дышать. Но сколько их? Но сколько их? Столица и провинция, расцветающая от туризма, пахнущая свежими деньгами гробовыми, пляшет, поет. Это такое же преступление сейчас. Такое же преступление, как и непосредственно нажимать на кнопку. Непосредственно нажимать на кнопку. Вы сейчас показали эти... Да, я тоже не хочу говорить слово «лица». Я не хочу употреблять никакие существительные, которые касаются человеческой природы. Это не человеческая природа. Улыбаются, улыбаются. У них есть жены, дети, соседи, теща есть. Есть собака, которая ходит к ветеринару. Есть какие-то знакомые. Я не знаю, есть автомеханики какие-то, которые чинят им машины. Есть уборщица, которая приходит им убирать в доме командования. Слушайте, вот это уже какая-то вот... Это общая причастность. Это общая причастность. Если теща знает, чем занимается ее зять, она тоже причастна. Вот вам и коллективная ответственность. Хватит уже спорить, дорогие россияне, что коллективная ответственность... Мы хорошие, поэтому это не наша ответственность, а вот те плохие, это вот та ответственность. Нет, на самом деле на всех ответственность. На всех, и на мне тоже. Ответственность за все, что происходит. И чем раньше это осознать, тем вообще... Тем на самом деле лучше. Потому что чем раньше ты осознаешь, тем сильнее ты пытаешься хоть что-то исправить, хоть что-то сделать. Помочь задонатить ВСУ, найти военнопленного в тюрьме, послать его посылку, помочь ему написать письмо родным, потому что прямой связи нет. Отправить ему посылку или денежный перевод. Оплатить ему адвоката, потому что не каждый адвокат поедет, например, в Мордовию. И так далее, и так далее, и так далее. Много чего можно сделать прямо сейчас. Прямо сейчас. Из России, из-за границы, откуда угодно. И если ты этого не делаешь, значит, ты причастен. Значит, ты причастен. И, конечно, мне кажется, если ты замужем за этим человеком, сделай что-нибудь. Я бы отравила. Я только подумала и хотела тоже сказать, что это же вполне возможный вариант развития событий. Но нет, все устраивает. Так и потом, если что же, какая-то Лада будет или Калина, или стиральная машинка новая. Зачем? На перспективу, думаю, да что ж, отравила и ничего не получит. Да, просто такое ощущение, что люди живут ради стиральной машины. Или ради того, чтобы сладко жрать, мягко спать. И вот это вот и есть смысл жизни, цель жизни. Это не так вообще-то, ребятки. Мы не для этого живем. Мы не для этого живем. Вы, наверное, живете ради этого и не даете жить другим. Это отвратительно. Вы мало того, что убиваете детей, убиваете людей, вы еще убиваете себя, прежде всего себя. Но себя-то, конечно, уже убили. Вот отсюда, собственно, отсюда все. И, я не знаю, моя личная, очень большая неприязнь к женам мобилизованных. Ну, они же выходят хоть на какие-то протестные акции. Правда, они не говорят, и ни разу мы так от них и не услышали, чтобы Путин не просто вернул их мальчиков домой пожрать и бухнуть, а прекратил войну кровопролитную. Ну, вот теперь, кстати, там утиски против них. Правда, они их задерживают, а тех, кто сочувствует женам мобилизованных. Видите, у нас нет ни любви, ни тоски, ни жалости, ни сочувствия от них, ничего. А вот те, у которых есть, у них еще и проблемы теперь имеются, потому что родные оккупантов пожаловали, что на пикете возле Минубийства РФ полиция задержала присоединившихся к их акции. Что же такое и почему их не трогают? Нет, ну, конечно, прежде всего они боятся того, что мужья могут повернуть оружие в другую сторону. А сейчас она в какую сторону повернута оружие, могу спросить. Они сейчас куда стреляют? Ну, вот именно, ну, вот именно. То есть они продолжают стрелять, они продолжают стрелять. Они все это время, они все это время на войне, они воюют. Вот жены пока там хлопочут, руками машут, квохчут, да что-то назревают. Вот, мужья, что делают? Что делают мужья? Они где вообще? В ноябре они первый раз вышли, из Ализамета 7 ноября. И вот с тех пор они ходят и требуют зачем-то, чтобы к ним вышел новый министр обороны. Ну, вот он выйдет. И что? И что? И что ты им скажешь? Верните мужа. Ну, он скажет, нет, война идет. Ну, или вернет. А что от этого изменится? От этого ничего не изменится. Ну, и демобилизации им тоже, конечно, не ждать. Насколько мы понимаем, там же все откладывалось, откладывалось, эти решения Путина, Герасимова, обсуждения были, этого нового Белоусова. Ну, и не будет, и не будет. Таким и по делам. Пусть до конца и воюют там. Правильно ли мы понимаем, что никого никуда не вернут? Ну, пока нет. Пока нет. Единственное, что предсказывать решение Путина, предсказывать вообще какой-то зигзаг в политике России, внешний, внутренний, совершенно невозможно и бесполезно. Все это зависит от одного человека на сегодняшний день. Как бы мы все не хотели бы, чтобы профессор Соловей казался прав, и что Путин вот лежит там в каком-то там в морозильнике, он не лежит там. Он не лежит, и все зависит только от этого х**ащего, только от него. И что ему еще придет в голову? А может прийти в голову все, что угодно. Если пришло в голову бомбить в день, придуманном им празднике, вот день семьи и верности, бомбить детские больницы, роддома. Если ему это в голову пришло, а это ему пришло в голову, то может прийти дальше все, что угодно. Конечно, страшные дни, и, если честно, я вообще не знаю, как вам глаза смотреть. Я не знаю. Я не очень хорошо понимаю, как можно вот это все пережить. Я разговаривала вот эти дни, ну, сутки, больше суток, с очень многими своими товарищами, очень сильными людьми, да, известными людьми. Таня Лазарева мне написала, что она не вывозит. Все, невозможно. И я все время это слышу, что вот какой-то... Невозможно это вывести. Невозможно это просто... Не то чтобы прочувствовать до конца, осознать до конца. А вот жить с этим нельзя. Жить с этим очень тяжело и невозможно. Надо все время что-то делать, надо все время от себя откусывать какие-то куски и отдавать людям, которым ты очень сильно должен. Ольга, это вы так, это мы так. А вот Юлия Латынина говорит, что, во-первых, возможно, российские ракеты, по ее мнению, которого никто не спрашивал, летели не в Ахмадет, а на завод. И вообще, вообще, стрелять просто надо ночью. Вот так она советует Путину. А что с такими элементами делать? Которые собирают и российскую аудиторию, которые, может, и пофиг, а которым, может, и нет. Которые против войны даже. Но вот послушают ее и подумают, а, ну, в принципе, вообще все нормально. Просто ночью надо бомбить. И вообще не в Ахмаде отлетело. Ну, да. Я тоже слышала вчера от Владимира Пустухова, что он там живет недалеко. Что наверняка целились в военный завод, который там недалеко, просто промахнулись. Это все так заметно было, что вообще целились ни разу не в больницу. По всем фото, видео и доказательствам. Летело две, говорят, наши еще и военные. Я не вижу вообще смысла это обсуждать. Это обсуждать всегда, конечно, военный преступник и виновник трагедии, тот, кто стрелял, куда бы он ни стрелял. Тот, кто развязал войну. И украинские снаряды и беспилотники, падающие там на Белгородскую область, убивающие там российских граждан на приграничных территориях, поджигающие, нефтеперабатывающие заводы, они по паспорту украинские, они по сути путинские. Конечно, путинские. Люди гибнут, рвутся снаряды, потому что Путин развязал кровавую войну. И потому что россияне во многом его поддерживают. Потому что россияне считают, что да, война начата, ну да, так, ну не очень, конечно, хорошо, но в принципе справедливо. А то, чего там, все-таки украинцы, ну им будет просто, с нами-то лучше будет. Они просто сами своего счастья не понимают, а с нами будет лучше, вообще скоро мы победим. Ну, попала бы мы куда-то не туда, ну какие-то, да, это война, там есть потери, ну типа они же первые напали, вы же первые напали. Это все, все это звучит примерно так, и уже, знаете что, уже даже пропало, пропало чувство стыда, какое-то есть просто чувство какого-то кромешного брака, куда все это погружается, погружается, погружается. И ведь все это было, все это случилось на фоне переговоров о переговорах, о переговорах о мире. И, знаете, ужасные слова, конечно, сказал Латынина, ужасные слова. Ужасные слова, очень циничные слова. Я тоже слышу и вижу периодически и украинские опросы общественного мнения, что вот четверть украинцев хотели бы поддержать там мирные инициативы. И я слышу, что тоже говорят простые люди, как-то я как-то среди них живу, простые украинцы. И как оговариваются самые разные, разнообразные, хорошие русские. Я не хочу сказать, что только я права, а они нет. Конечно, нет. Конечно, это просто права Украина. Просто права Украина и все. И тот, кто несет чудовищные жертвы, тот и прав. А тот, кто начал войну, кто развязал войну, тот будет проклят. Вот, собственно, и все. И пусть он просто прекратит стрелять, а лучше сдохнет. Да, да. И он, он. Они все и, как говорят в Китае, куда есть Орбан, после того, как тоже там поехал, послушал Путина, что все стороны, и украинская, и российская, должны перестать стрелять. И, значит, из себя должны излучать позитивную энергетику. Уже вообще рехнулись. Но, кстати, тут некоторые, которые тоже приехали поговорить с Путиным, пообниматься, посмотреть на его лошадей. Вот Моди, да, который приехал еще, сейчас вас тоже спрошу, вернуть случайно заблудившихся, как будто бы, своих граждан, туристов, которые стали путинскими наемниками. Отменил финальный раунд переговоров в Москве. Надо же, наверное, что-то понял. Так вот, к чему эти переговорные сейчас треки оживились? Действительно, которые нам не нужны от слова совсем. И вернуть ли кого-то Моди? Потому что, подозреваю, как и жены мобилизованных, российских, то и граждан Индии тоже никто никуда не вернет. Знаете, конечно, с Моди это очень интересная история. И, конечно, очень хотелось бы знать, что там произошло на самом деле. потому что переговоры начались вчера ночью. А после ночи в резиденции Путина. И то, что происходит сегодня с этим визитом, кидает этот визит из стороны в сторону. И то, что вообще стало известно, что он говорит о незаконно завербованных гражданах Индии, и обманом завербованных, да, они там есть. Так же, как и граждане Шри-Ланки, так же, как и граждане Непала, так же, как и граждане Сомали, граждане Конго, Нигерии, граждане Сербии. Очень много кого? Очень много наемников, которые кто-то обманом был туда, заманивали его российские вербовщики. Кто-то просто пошел за большие деньги. Я не думаю, что Путин отдаст Инди наемников. Наемник, наемник. Слушайте, подписался взрослый человек. Взял, подписал контракт. Читал, читал. Понял чего? Видимо, понял. А если ты подписал то, чего не понял, надо уже, слушайте, это, конечно, удивительно. Вот это вот, я не знал, я не понимал, я не дочитал это мелким шрифтом. Одно дело, когда ты мелким шрифтом покупаешь машину в кредит. И совсем другое дело, когда ты подписываешь контракт, идя на войну. Ну да, мы же не в фильме «Вонка». Да. Это не только твоя жизнь. Зачем ты туда идешь? Убивать. Ты подняешь деньги за то, чтобы ты убивал. Да. Да. Но за этими историями и неожиданным финалом Путина и Моди, действительно ли это станет финалом, в конце концов, для России, будем наблюдать, конечно. Как вы полагаете, Ольга, понесут ли наказание вот эти все 95 и не только, конечно же, эти все миллионы, работающие на путинскую войну? Потому что, да, мы, конечно, услышали очень много заявлений о беспокойности, поддержке не только. Мы услышим их, я еще уверена, в рамках саммита НАТО, который начался ювелирный в Вашингтоне, сегодня и продлится до 11 числа. Но мы же это все уже слышим, 11 год. А как вообще должно выглядеть для них наказание, помимо того, что их будут находить и уничтожать наши спецслужбы, травить их жены, возможно, когда-то и ГАГского трибунала через несколько лет, ну, надеемся, что раньше, конечно. Как-то сейчас можно на это повлиять и наказать их? Я думаю, что сейчас нет. Я думаю, что сейчас нет, но то, что могут делать, вот, собственно, россияне, да, это помнить, да, запоминать имена, вот, есть вот черный списочек, вот эти вот люди должны быть там вынесены в обязательном порядке и делать все для того, чтобы дальше устанавливать имена. Я очень рада, что устанавливаются имена людей, которые пишут доносы, там, доносы на учительницу, которая рассказала детям про бучу. Учительница была вынуждена в этой стране, но имена устанавливаются и установили, имена учеников, имена родителей и так далее, и так далее. Вот этот вот ни один ГАГ не должен уйти на самом-то деле, потому что пройдет очень много лет, может быть, это будет не сейчас, может быть, это будет через 30 лет. Ученик, который написал донос на учительницу, рассказывающий про бучу, классу, ему будет 40, ему будет 45. Если он доживет до этого момента. Он должен сесть, дальше он должен сесть, хорошенько сесть за преступление, которое он совершил вот в этом возрасте, в нежнейшем. Тем не менее, тем не менее, должны звучать все время имена. И, знаете, я, в общем-то, я правозащитник, я много лет этим занимаюсь. Я не должна говорить, мне это запрещено, что в ней судебные казни, что вот украинские партизаны будут достигать этих людей и убивать, что я это одобряю. Я не должна этого говорить. Но я это скажу. Но я это одобряю. Я бы, на самом деле, ну вот, очень руки чешутся. Очень чешутся руки. Я очень надеюсь, я очень надеюсь, что кара их настигнет. Знаете, вот мое поколение воспитано на фильмах про разведчиков и партизан. Я очень хорошо помню, да, вот знаменитые там картины про разведчика Кузнецова, легендарного, который, да, который взрывал, похищал, отравлял, расстреливал, сдавал партизанам фашистских захватчиков. Эти люди фашисты. Эти люди фашисты. И если выбирать между их физическим уничтожением правозащиты, конечно, я выберу их физическое уничтожение. Да, не буду даже спорить. Но пока что в России увековечивают память заключенных, осужденных за убийства, грабежи, наркоторговлю и изнасилование. Вот так, да. В 58 регионах Российской Федерации увековечили память как минимум 408 бывших заключенных. В честь минимум 93 заключенных повесили мемориальные таблички в школах. Вот этих же школах, где потом напишут доносы, где они учились. Надо, что их еще там чему-то учили. Такому уже, по всей видимости. В 15 случаях фото и имена нанесли на парты героев. Вот так. В 42 случаях увековечили на стендах и табличках в специальных аллеях памяти. А в 193 выгравили фамилии на групповых воинских мемориалах. А что это происходит? Что это за такие новые герои? Да, это новые герои для подбадривания очередных зэков, чтобы они быстрее шли на войну. И для подбадривания семей. На самом-то деле, вот здесь как раз все все понимают. Я очень люблю читать разные репортажи, умилительные совершенно. Как вот зэк, сидел-сидел. Ну, не будем говорить, за что сидел, какая разница. Он нам кровью смыл. И вот он возвращается в родной город и работает там замечательно. Работает с детишками, там учит их томаты собирать и так далее. Я обожаю читать комментарии. Это же пишут, что он себе провластные. Бролосных-то их нет. Я читаю комментарии. Слушайте, вот я понимаю, что это пишут зэтники, это пишут ватники. И медиа-то провластная. Но там нет ни одного комментария, который бы это поддерживал. Когда речь идет о собственных детях, руки проще от наших детей. Уберите зэков из школы. То есть когда там Путин, х**, там все это выступает, там кто-нибудь, чего-нибудь, там шаманы. Ура, да здравствуй, все, конечно, поддерживают, все все понимают. Но когда этот зэк приходит к твоему ребенку, реакция совершенно другая. Поэтому пока все администрации вешают это все на партах, на школах, да ради бога, увешайтесь этими табличками. Никто их все равно не читает, не осознает и не собирается. А вот если он придет живой... Да, да. То прячьтесь. Они же уже и приходили живые, и возвращаются. И все видим, что не то, что повторные совершают убийства, грабежи и все остальное, а просто криминал, как он есть, возрождается. Конечно, и сейчас, на самом деле, их с удовольствием сажают дальше, потому что новый закон предусматривает, что сразу можно идти на войну, и они идут. Потому что они, конечно, не находят себя на свободе и с большим удивлением видят, что их почему-то не берут на работу, что их почему-то барышни не приветствуют, высоко бросая чепчики, что почему-то они вовсе не новая российская элита, как обещал Путин. И они, в общем, никому не нужны. Никто не собирается их избирать ни в какие органы власти, хотя и обещали. Ничего этого не происходит. И они просто идут назад. А их сейчас сажают просто за все, за все. Другое дело, что они с удовольствием совершают преступление, но на это смотрят сквозь пальцы. Ради бога, совершают все, что хочешь, лишь бы только уйди отсюда. Уйди. Чем быстрее ты там кому-нибудь в морду дашь, или наркотиками будешь, наркотиками будешь торговать, тем быстрее мы тебя заберем и отправим назад на войну. Что с этим происходит? Да, потому что так думаю, что их парты героев не мотивируют, а вот такой круговорот зэка в природе Российской Федерации вполне уместен, практичен и уже нам известен. Внезапно умер генерал. Ольга, надо же происходит, что отвечавший за все строки кого? Шойгу. Умер уже при Белоусове. Начальник управления, государственной экспертизы Министерства обороны России Магомед Хандаев скончался на 62-м году жизни. Уже не молодой, но уже и не живой. И никому не интересный, но нам интересный. Потому что кажется, что после чисто генеральских, которые прошли с увольнениями, теперь вот эта его внезапная гибель, а возможно, очень даже взапная, причины смерти которой не раскрываются, кстати говоря, его уже доставили в Махачкалу, похоронят в родном селе Гента. Вот так будет происходить. Долгое время Хандаева отвечал за строительство объектов для нужд Минобороны и находился в прямом подчинении у небезызвестного, уже посаженного за взяточничество, кого? Тимура Иванова, арестованного в апреле по обвинению в миллиардной взятке. Действительно ли настолько внезапна его смерть? Ну, я думаю, сейчас начнется генерал Иппад. Он абсолютно предсказуем. Но бог с ними, с генералами, в конце концов, их не жалко. Шайку тоже не жалко. Я думаю, что его здоровье в последнее время сильно пошатнулось. Сильно пошатнулось. И, если честно, я не думаю, что он доживет до середины 25-го года или до Нового года, 26-го. 24-й переживет. Но не очень сильно, недолго. Х**у нужен. А кому? А ну Путин же его оставил еще и на место Патрушева посадил. Думаете, мешает уже? На него можно будет повесить провалы в войне, если что? Путин не боится. Потому что, что бы там ни случилось, Путин любой исход войны выдаст, конечно, за свою победу. А то, что Шайгу много знает и Путин считает Шайгу предателем, потому что и Киев за три дня, и с Пригожиным поссорился, и зэков выпустил, вместо того, чтобы поставить их на фронте. Да ну к черту. Слушайте, ну Путин Собчака он не пожалел, своего учителя-благодетеля, и какой-то довольно свой ближний круг, а этого-то чего? А какая любовь была? Какая любовь? Ну вот за предательство еще и любви, и горбатой горы тоже, конечно, надо двинуть по рогам. Нет, Путин, конечно, очень зол на Шайгу, и он просто никогда это не делает сразу. Я думаю, пройдет год-полтора, и он его, как бы это сказать, убьет. Уберет, уберет. От любви до ненависти в Российской Федерации несколько провалов. Это пока потерпит, а потом и уберет. А что известно о эффективности Белоуса? Вы уже, наверное, можем судить или еще просто рано до времени ему дать? Потому что как-то все наблюдают только очередные провалы России на фронте, и не удается им взять ничего. Ну да, вы знаете, конечно, провал наступления под Харьковом, это, конечно, дело рук еще и Шайгу. Тут все-таки, наверное, рановато на Белоусова только списывать, но это провал. Ну, это провал, надо называть вещи своими именами. И я-то всегда очень волнуюсь, когда возникают названия типа Макеевки, где очень много заключенных, где очень много заключенных, где очень много военнопленных, гражданских похищенных. А я начинаю периодически слышать, я знаю, что Макеевок несколько, но я начинаю слышать названия, которые я уже слышала, когда брали российские части. А сейчас я начинаю слышать их обратно. И, конечно, я волнуюсь прежде всего за заключенных, за военнопленных, за патриотов, за украинских. И, конечно, то, что случилось в понедельник, это путинское бешенство. Это путинское бешенство за то, что, ну нет, ну не получается, не получается ни наступления, ни потери огромные. И явно совершенно активизировались украинские силы внутри России. То есть мы все время видим каждый день, каждый день прилет там, прилет здесь. Прилет на юге, прилет в центре, прилет в приграничных территориях. И совершенно понятно, что это Украина, это участилось и приобрелось систематический характер. И надо сказать, что это как победа Украины в Черном море. Безусловно. При всем при том, что у Украины нет флота. При этом Украина победила, в общем, Российскую Федерацию, у которой есть Черноморский флот, на воде. А теперь побеждает еще и вот таким вот образом, потому что атаки очень действенны. И, конечно, Путин это и бесит, и беспокоит. Удары по российской инфраструктуре очень болезненные, очень заметны. То, что Путин долбит уже, почти уже скоро будет, через полгода, три года, да, долбит по украинской флоттуре, украинцы выживают, да. Мы все знаем, что такое генераторы, мы все знаем, что такое грелки. И мы знаем расписание, когда, где уже, в каких районах Киева подают электричество, воду и так далее. Но в России-то нет такой привычки. И самое главное, что украинцы понимают, почему они терпят, почему они жертвуют, мягко говоря, своими удобствами. Да, потому что они хотят победить. А в России они вот-вот и предъявят Путину, мы-то какого черта должны терпеть? Ты там войну затеял, давай заканчивай, потому что что мы-то там, чего, как. Я думаю, что такие вещи начнут рано или поздно происходить, конечно. Но, скорее всего, позже. Как мы поняли, и с нами проговори нам о выше. А пока мы разберемся и будем, конечно, это делать. Потому что мы и без света можем, и без тепла, и без воды. Главное, чтобы без убийц российских. Ольга, вам спасибо за позицию, спасибо за ваши комментарии, спасибо за время, которое вы для нас находите. До новых встреч. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok